Друзья, сегодня мы с вами будем готовить рыбу под маринадом. Это блюдо было распространено в советские времена. Его меня научила делать моя свекровь. Чем оно оригинально? Во-первых, это делается из недорогих продуктов, делается заранее, долго хранится и очень даже вкусно. Для этого нам нужна морковка, натертая, лук. Все делается в разных частях. Рыба. Рыба берется любая. Мне нравится окунь. Можно делать из треска, хек, все что угодно. Навага. Делается филе. Его можно слегка присолить, чтобы оно пока мариновалось в соли. Можно перчить. Еще нам нужны соленые огурцы, соль, перец, масло, мука. Сначала мы разогреваем сковородку, выкладываем туда лук. Он будет медленно тушиться, пока он до половины не будет готов. Потом лук мы вытащим, заложим туда морковь. Приступаем. Я сковородку уже заранее раскалила, немножко масла налила. Ну, где-то грамма, наверное, 50. И постепенно она перемешивается, тушится, тушится. В конце слегка присаливаем. Лук мы обжарили, положили, сняли со сковородки. Теперь обжариваем в этом же морковь. Тоже до такого состояния. Пол готовности. Так, друзья, пока жарится морковь, мы натираем свои домашние соленые огурчики. Обращаю внимание, огурчики должны быть соленые, не маринованные. Их мы тоже накрем. Потом, когда снимем морковку, обжарим огурчики. Морковка у нас жарится. Я поставила еще одну сковородку, налила туда масло, чтобы не терять времени. Сейчас на обжаре пройдет. Параллельно натерла огурчики. Ручок стоит, ждет своего череда. Я сразу готовлю какой-то сваток, куда положу обжаренную рыбу. Ее надо обвалять в муке, прожарить со всех сторон и сложить в лоточек, чтобы она остывала. А тем временем маринад наш постепенно готовится. Морковка уже осела. Она так начинает немножко употребляться за сковородку. Поэтому теперь, кстати, это тоже экономит масло. Масло, которое у луки осталось, оно идет сейчас туда. Соединяемся с этой морковкой, чтобы не было более жирного отсека. Все это перемешиваем. Масло перемешивается, отдается. Рыбка уже, часть готова. Такая красотуля появляется. Смотрите. Итак, морковка, слук. И туда же мы наши... Лук, морковь и огурцы. Все положилось в сковородочку. И теперь оно будет медленно-медленно протушиваться. Выпариваться жидкость из огурцов. Насыщаться всеми запахами и вкусностями. Потом все соединяем. Маринад у нас остыл. Рыба у нас лежит. Теперь мы все соединяем. Очень важно, когда делаете маринад, чтобы там все выпарилось. Чтобы не было жидкости. Теперь мы сверху все это аккуратненько выкладываем. Теперь мы это все распределяем. И убираем на сутки. Прокладное место. Подписывайтесь на мой канал.